В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На страже рубежей Родины в России отметили День пограничника. О вредных привычках и не только в молодежном центре провели конференцию для педагогов школ и учреждений дополнительного образования. Ночь музеев. Какие сюрпризы подготовили для горожан выставочные площадки, библиотеки и музеи? Далее расскажем обо всем подробно. Перечень бесплатных препаратов для сердечников предлагает расширить Минздрав. В стране уже несколько лет работает программа по предотвращению повторных сердечно-сосудистых катастроф. Больные, пережившие инфаркт или инсульт, а также хирургическое вмешательство на сердце и сосудах, имеют право на бесплатные лекарства. Если расширить этот перечень препаратов, это даст кардиологам свободу маневра при выборе наиболее подходящей терапии для каждого конкретного пациента, а пациентам возможность сэкономить. Также, по мнению авторов инициативы, расширенный перечень повысит приверженность лечению, так как сейчас некоторые люди прекращают принимать нужные препараты из-за их дороговизны. Российские пограничники защищают самую длинную государственную границу в мире. Ее общая протяженность составляет 61 тысячу километров. 28 мая защитники рубежей Родины отметили профессиональный праздник. История ветеранов погранслужбы расскажем в нашем следующем репортаже. У пограничников суровые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Эти строки из негласного гимна погранвойск Павел Кудряшов помнят и сегодня. На службу его призвали в 1985 году на Дальний Восток, на китайскую границу в Ханкайский погранотряд. В 1986 году Павла Петровича отправили в Афганистан. А после вывода войск он снова вернулся в уже родную часть. О временах службы мужчина хранит немало теплых воспоминаний. Когда было за речкой, там воспоминания такие. У нас равнина, а там горы. Я таких гор не видел. И как и высоцкий поёт, лучше гор могут быть только горы. Вот воспоминания горы, бурная река, пянш. Всё, вот такие воспоминания. А на границе это собака. Собаки вообще самый надёжный и верный друг всегда на границе. Никогда не предаст и не продаст. Контроль за соблюдением законности пересечения госграницы, борьба с контрабандистами, браконьерами, нелегальными мигрантами, небольшими террористическими и диверсионными группами – первоочередные задачи погранслужбы. На пограничниках лежит колоссальная ответственность. Сергея Стаканова призвали на службу в 1990 году. Ещё мальчишкой мечтал попасть только в погранвойска, признаётся мужчина. Главное, с желанием шёл на службу. То есть прямо от военкомата. Прям пришли тоже с ребятами, договорились, если будет либо ВДВ, либо погранвойска. Если какая-то другая команда, все убегаем и ждём своих команды. И получилось так, что погранвойска. То есть очень большой сразу плюсы настрой на службу. Сразу с ребятами признакомились. Всё. И также команды, 22 человека. Мы всю службу и отторобанили. Своим опытом ветераны погранслужбы делятся с юными саровчанами. В современном мире военно-патриотическое воспитание молодёжи – очень важное направление, считает Павел Кудряшов. Ветераны проводят встречи со школьниками, помогают детским домам. Армейская дружба не меркнет даже спустя десятилетия. Павел и Сергей до сих пор поддерживают связь со служивцами. Я хотел привет передать ребятам группы специального назначения 3451 ГСН «Тайфун». Чтобы не забывали, праздник мы раньше у Алексея Степанова собирались. Но сейчас обстоятельства изменились. Но хотелось бы ещё встречаться. То есть мы не забываемся, встречаемся. Всё такое. Большое спасибо передать Петру Гришину. То, что он не опускает руки, шевелится, дёргает всех одного, другого, третьего. Всё-таки воспитание молодёжи – это первое, что у нас должно быть, и семейное воспитание. День пограничника – праздник для всех, кто так или иначе связан с пограничной службой. Те, кто когда-либо служил, обучал молодых бойцов, обеспечивал материальные и технические потребности подразделений границы. Нельзя забывать и о семьях военных. Им этот торжественный день близок не меньше. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает стойкости тем, кто день и ночь охраняет границы нашей страны. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С момента последней переписи населения в 2010 году россиян стало больше на 2 миллиона человек. Росстат опубликовал предварительные итоги всероссийской переписи населения. Теперь в нашей стране живут 147 миллионов человек. Прирост населения зафиксировали в 28 регионах. Такой рост связан с большим числом граждан других государств, которые осели в России. Также в стране стало на 4 города миллионника больше. Заветную отметку перешагнули Красноярск, Краснодар, Пермь и Воронеж. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России введут штрафы до 50 тысяч рублей за принуждение потребителя к предоставлению персональных данных. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин. Санкции вводят за отказ продавца заключать договор с потребителем в связи с его нежеланием предоставить персональные данные. Это касается и любых других действий по договору. Исключения составляют случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным. Штраф составит для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 30 до 50 тысяч. Закон вступает в силу с 1 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении инициативы в Государственной Думе напомнил, что в апреле принят базовый закон, который установил запрет принуждать потребителя к предоставлению персональных данных, когда действующее законодательство этого не требует. Теперь вводят и санкции. В Пушкинге с 1 июня стартует летний проект Библионии. Каждую среду в 14.00 саровчан от 6 лет приглашают на познавательные игровые программы. Встречи погрузят участников в мир вещей и важных изобретений, неожиданных явлений и увлекательных приключений. Детям расскажут о законах жизни и о том, какую роль может играть в ней каждый. Участники будут вместе читать книги и создавать вокруг для них настоящие события, заниматься сторителлингом и разнообразным творчеством. Библионии стартуют в День защиты детей 1 июня в 14.00. Участие могут принимать и взрослые. Долгожданное летнее тепло наконец-то придет в Нижегородскую область в июне. По данным метеорологов, на этой неделе в Сарове ожидается сухая малооблачная погода с потеплением до плюс 26 днем и до плюс 17 ночью. В течение недели также прогнозируют высокое для нашего региона атмосферное давление до 758 миллиметров ртутного столба. Влажность будет меняться. Наиболее низкие значения от 31% прогнозируют в дневные часы, а наиболее высокие до 85% ожидают по ночам. Прием испытаний комплекса ГТО пройдет 5 июня в 10 часов на стадионе ИКАР. На сдачу нормативов необходимо заранее записываться через электронную форму на сайте спортивной школы ИКАР. При себе на все испытания обязательно иметь удостоверение личности, медицинский допуск и уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО. Четыре водителя сели за руль пьяными. На прошлой неделе еще двух автомобилистов поймали без прав. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам госавтоинспекции, расскажем далее. На прошлой неделе на дорогах Сарова произошло 5 ДТП с материальным ущербом. Кроме того, случились и две аварии с пострадавшими. Обе на улице Силкина. Вечером 23 мая возле дома на Силкино-20 мальчик 2013 года рождения выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Его не заметил и сбил водитель за рулем Киа Сид. Мальчик получил телесные повреждения, ушибы и ссадины. Другая авария случилась на перекрестке Силкино-Шеверника. ДТП попало на камеры городской системы видеонаблюдения. Водитель Киа Соренто не соблюдал безопасную дистанцию перед едущей впереди Хёндай Крета. Крета остановилась перед пешеходным переходом, и Киа не успела и врезалась в нее. После этого Киа наехала на женщину, которая переходила дорогу на свой зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, пассажир и водитель Киа получили телесные повреждения. Кроме того, на минувшей неделе сотрудники ГИБДД остановили четырех водителей, севших за руль пьяными, и двух автомобилистов без прав. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. О вредных привычках не только в молодежном центре прошла конференция для педагогов школ и учреждений дополнительного образования. Ее цель – профилактика негативных проявлений в молодежной среде. Подробности далее. Что такое вредные привычки, как они формируются и что с ними делать? Для педагогов школ и учреждений дополнительного образования в молодежном центре провели конференцию, посвященную актуальным темам. Вовремя увидеть, понять, предотвратить, уберечь ученика от неверного пути – общая задача для всех, кто занимается обучением и воспитанием молодого поколения. Вредные привычки актуальны всегда. Вредные привычки – это не значит, что человек злоупотребляет какими-то веществами – алкоголем, никотином. Вредные привычки же бывают разные. Например, грыть ногти. Вредные привычки всегда актуальны, но, к сожалению, психоактивные вещества тоже имеют место быть. От этой эпидемии мы никуда не денемся. Не всегда взрослым сразу понятно, что ребенок начал употреблять запрещенные вещества. Зачастую к специалистам обращаются уже, когда изменения в психике видны невооруженным глазом. Например, у подростка начинаются панические атаки из-за курения вейпов. Но бороться с зависимостью уже на этой стадии сложно. Гораздо эффективнее предотвращать ее, либо, на крайний случай, начать бороться, еще когда привычка только в зародыше. У нас есть подсознательная программа. То есть, ну, не у всех же вредные привычки есть, да? Не все курят, не все употребляют алкоголь. Вот. И для того, чтобы победить, скажем так, эту привычку, нужно обязательно работать с подсознанием, то есть с подсознательными программами. Вот об этом я и буду говорить. Когда они формируются, эти подсознательные программы? В каком возрасте? Почему они формируются? И почему они у человека, ну, вообще стартуют в жизни? Соответствующий запах, расширенные зрачки, неадекватное поведение должны послужить тревожным сигналом для родителей. На ранних стадиях проблему может решить психолог, работая и с самим подростком, и с его родителями. К сожалению, зачастую взрослые осознают проблему, когда она приобретает совершенно другой масштаб. Тогда без обращения к психиатрам и наркологам справиться с зависимостью уже нельзя. Со мной согласятся, наверное, все мои коллеги. В России наркомания неизлечима. И если на каком-то этапе возникновения пристрастия к заболеванию можно его остановить? Можно. То если оно уже возникло, лечить очень тяжело. В среднем в России на учете стоит полмиллиона наркоманов. Это только официальные цифры. Реальные масштабы проблемы гораздо хуже. По данным ФСНК, в стране насчитывается около 6 миллионов наркоманов. 60% из них – молодежь от 16 до 25 лет. Подростковый возраст и переход во взрослую жизнь – непростое время, полное внутренних конфликтов и противоречий. И зачастую молодые люди полагают, что преодолеть эти сложности они могут с помощью химического допинга. Подростка порой сравнивают с гадким утенком, который стоит на обрыве. Он либо вспорхнет и превратится в прекрасного лебедя, либо упадет в пропасть. Конечно же, есть предпосылки для развития зависимости от психоактивных веществ. Это и биологические предпосылки, если мы говорим о детях со слабой нервной системой, с наследственными заболеваниями. Ну и предпосылки социальные, безусловно, окружения. Безусловно, окружения. То есть, если подросток находится среди тех, кто употреблял, то вероятность того, что его вовлекут в этот порочный круг, она очень велика. Подрастающее поколение сталкивается не только с наркозависимостью. Невозможность оторваться от гаджетов тоже становится большой проблемой. В пятницу Молодежный центр проведет встречу для родителей, посвященную этой теме. Начало в 18 часов. Вход свободный. Екатерина Опенова, Сергей Чекалин, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Необычные мастер-классы, творческие конкурсы, экскурсии, игры, презентации, встречи с интересными людьми, кинопоказы. В Сарове прошла акция «Ночь музеев». Подробности в нашем следующем репортаже. В этом году программа акции «Ночь музеев» была насыщенной и интересной. На площадках посетители интересовались выставками, творческими выступлениями, экспонатами музеев. И, в принципе, наш музей игрушки, он собирает игрушки, которые делались когда-то у нас в стране. Это очень интересно, познавательно. Особенно классно, когда они дают их потрогать. Около городского музея располагалась станция «Белый цветок». Студентки Саровского медицинского колледжа перебинтовывали прохожих и дарили небольшие цветы с сюрпризом внутри. Также рядом с этой площадкой играл военный оркестр. На музейном дворике работали кузницы под открытым небом. Лошкарная мастерская, выставка образцов старинного оружия, а гостям предлагали теплый чай. Перед входом в здание выступали танцоры в исторических костюмах. Все эти активности подготовило молодежное общественное объединение «Армир». На ночи музеев выступали различные творческие коллективы. Ребята исполняли русские народные песни и играли на музыкальных инструментах. Мы исполняли авторскую песню «Русские умельцы», которая посвящена людям, посвятившим свою жизнь искусству, русскому народному промыслу. Атмосфера искусства царила в художественной галерее Сарова. Живописцы создавали картины прямо на глазах у посетителей, а дети с увлечением отгадывали загадки и создавали поделки. Вот моя коллега сейчас проводит с детьми воркшоп. Мы предложили детям провести свою собственную экскурсию по проспекту мира. Причем главная мысль здесь в том, чтобы они составили ее на основе своих ощущений от проспекта, каких-то ассоциаций. Они собирают открытку, которую потенциально можно потом отправить, например, какому-нибудь другу в другой город. Ночь музеев собрала сотни горожан на свои мероприятия. Но интересоваться искусством можно не только в рамках акции, но и в любое время. Ульяна Скородумова, Сергей Чекалин, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова